Сегодня на детском городском стадионе настоящий спортивный праздник. На территории спортивной базы проходит сразу несколько соревнований, а также тренировка по тайскому боксу. В ней принять участие может любой желающий. Теперь такие тренировки будут проходить здесь каждые выходные. Организованы они партией «Единая Россия». Партийный проект называется «Старший брат». Он нацелен на организацию спортивных мероприятий. Любой желающий может прийти и принять участие абсолютно бесплатно. У нас проходит сначала регистрация, мы меряем всем температуру, затем зрителям даем масочки. Каждый желающий может дать бесплатную водичку. Все подготовлено, все для хорошей тренировки. И после периода самоизоляции щелковцы довольно активно присоединяются к занятиям физической культурой, тем более, что появилась возможность тренироваться на свежем воздухе в группе под руководством опытного тренера. Деньги нас очень сильно подвела, но, несмотря на это, мы все-таки дома занимались через Zoom, делали трансляции, потому что неизвестно было, когда это все закончится. И в такой тяжелый период надо было чем-то заниматься, потому что тяжело дома сидеть без дела. Люди соскучились очень сильно по спорту, это заметно. А вот скучать в этот день на детском стадионе не пришлось никому. Открыли свой ежегодный турнир и щелковские ветераны футбола возрастной категории 60+. Две команды из Королева, гости из Фрязина и щелковская команда будут бороться за титул чемпиона в этом сезоне. Четыре команды сыграют два круга. Вот первый акцию не стартуем, в середине сентября закончим, подведем итог, наградим победителей призеров, выявим лучших и зимой переходим, будем надеяться, все живы-здоровы, перейдем в скрытый комплекс. На соседней площадке продолжается открытый чемпионат городского округа по пляжному волейболу. В нем участвуют 13 мужских и 14 женских команд, как из Щелково, так и соседних муниципалитетов, Ивантеевки, Фрязина, Лосинопетровского и Звездного городка. Каждые выходные у нас по субботам играют мужчины, по воскресеньям играют женщины. Поэтому в конце августа планируется финальная часть соревнований. Тем временем полным ходом идет подготовка к открытию Кубка Московской области по Келе. Некогда русская забава уже на протяжении нескольких лет активно развивается в регионе, в том числе в Щелкове. Так получилось, что здесь ребята наиболее активно взялись за развитие Келы. И уже три ватаги только в одном городском округе. Ватага из Московской области сильнейшая в России. Это сборная Щелково. Сегодня мы решили, что единственная возможность, которая нам выдалась в этом году в плане проведения Кубка Московской области, провести именно в Щелково. Это уже не просто русская забава. А настоящий спорт, и нужно отметить, по своей зрелищности, Кела не уступает другим командным играм. Становясь все более популярной из года в год. За Кубок приехали побороться семь ватаг. Так в Келе называют команды. Из Раменского, Чехова, Краснознаменска, Тверской области и три Щелково ватаги. Итак, в летнем сезоне спорту быть. После периода самоизоляции спортивные учреждения вновь открыты. Тренировки и соревнования, занятия физической культурой в привычной обстановке – это то, чего так ждали щелковцы.